Хелло, золотенькие! Рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. Мне очень приятно, что нас с вами становится больше и больше с каждым днем. Сегодня у нас в гостях вот такие замечательные орхидеи фаленопсис. Это семейство ароидных, очень неприхотливые, хотя считается, что они очень капризные и никогда не зацветают после того, как их принесешь из магазина домой. И многие жалуются на то, что они очень часто гибнут. Но это все от неправильного ухода и некачественного грунта. Немножко по уходу за цветком от Кирилла Александровича. Значит, полив минимальный, пардоните, вот так. Полив только тогда, когда корни побелеют и высохнут. Это растение ароидное. Это сорняк, который растет, пуская свои корни по деревьям, и значит растет вверх и очень-очень редко пьет воду, потому как дожди идут нечасто в этих джунглях, или как это все правильно там называется. В общем, полив только тогда, когда корни полностью побелеют. Дальше. Влажность высокая, 50-80%. Это идеальная влажность для этого цветка. Тогда он у вас будет благоухать и очень часто цвести. И будут очень крупные соцветия вот такие вот. И очень много цветков будет. Грунт без использования торфа. Это строго-настрого. Я вам запрещаю использовать торф, если вы работаете с орхидеей, если она у вас есть дома. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Только минералы или кора. Очень хорошо подходит. Вообще вот у меня, например, дома они просто висят на веревочках. И им очень хорошо. Вот хорошо подходит кора, кокосовый субстрат, свет рассеянный, полутень, тень. И очень себя хорошо чувствует в тени. И, например, даже когда вы уберете в тени орхидею, а затем через месяц или полтора вернете ее к свету, она чаще всего, в большинстве случаев, она зацветает. Вот так. Да. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы этот цветочек у вас не сгнил, не завял и не пропал, ни в коем случае нельзя его заливать. Он не терпит перелива, он моментально гниет, сгнивает вся корневая система, превращается в прибуху, и он вас покидает, собственно. Поэтому ухаживайте за своими цветами и любите их. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова